друзья всем привет это наша новая рубрика локал онлайн в рамках которой мы с кириллом будем звонить разным футболистам и узнавать как они проводят время прямо сейчас наш первый гость отвечай отвечай ура ответил привет антох 3000 бат начинается от сихи я надеюсь про все закончится чаранки же понимаешь что пунктуальности алексей да все таки он ответил так я смотрю это это как-то брат кепки в шапке понимаешь сама это парикмахерских закрытый поэтому бардак немного я тоже только ради я тоже только ради интервью с вами голову схожу мыть расскажи как ты что делаешь какой не знаю у тебя распорядок дня как настроение главное настроение на самом деле такое же привыкшая привыкшая хотя к такому тяжело примут потому что без мяча все-таки грязи с какого-то зеленого поля очень тяжело квартире не играешь ты знаешь мне мама передала теннисные мячики и я теннисами стараюсь теннисным мячиком как-то вот 228 раз не чеканил это мой подряд да как бы я начинал с 60 что ли это было уже для меня вау а так что-то начал и 228 у меня рекорд поэтому я теперь с собой в этом плане когда были на сборах теннисным мячиком тоже чеканил у меня был рекорд 80 чем-то я по-моему чеканил там на тренировку вечером сами уже и вот получилось 88 и как-то вот сейчас попытках но пока такие нервные попытки какие-то и много психуй потому что там когда ты уже подходишь там 70 чем-то и понимаешь что надо сконцелироваться и он у тебя падает то начинается психи и там такое все улыбайся 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 каждый день у нас программа есть в принципе ты уже все переделал и так или иначе ты заходишь там зальчик и сумочек и поэтому большее время там выполняю программу всю тренировок там типа занимает наверно час ну плюс местом где-то меньше где-то больше времени но потом когда под вечер уже тоже становится делать нечего там уже музыку послушала что-то может быть поделал и там как знаешь само желание когда там велик уже в комнате у тебя стоит только на него смотрится уже просто хочется на него сидеть даже там как не делать программу просто крутить знаешь и смотрит просто я не знаю я когда посмотрел ну реально я прям был очень 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 сильно ну это я вообще сериал в принципе не смотрю потому что мне надо заранее знать что он будет хорошим а это очень тяжело потому что у разных людей разные вкусы как бы и понятное дело что для них можно нормально для меня нет поэтому не так отношусь к этому очень недоверчиво но этот прям не знаю я просто да я реально советую всем потому что очень классный сериал недавно мазаки купили три тысячи пазмов собираем ухты что-то собираем сейчас короче вот картинка получается офигеть слушать надо быть очень усидчивым вот такая должна получиться для ручки ухты три тысячи пазлов а так вот смотрю очень много ютуба всяких сайти передачи пудрот пацанов там есть они выпускают привет им кстати общаешься ли с кем-то из команды ну естественно там помимо брата условно там может командный чатик у вас что-то обсуждает командный чат есть но как-то знаешь вначале вроде все как-то еще не так активно можно сказать перед общались переписывались сейчас больше уж все отдавились иногда с барой пообщаюсь могу как там дела спросить такое время что ты уделяешь больше времени себе там дела по дому потому как можешь просвещаешься поэтому только если там по делу какие-то моменты так и понял что у кто живет в домах загородных тому легче наверно это переносит у кого большие семьи поэтому потому что как-то все-таки контактируешь с людьми и все-таки как-то ну если ты вот эта практика в общении живом а когда вот так вот ну очень редко это может прийти мама или там ты поедешь брату то это совершенно другое ну так вот в мелочи знаешь и в принципе как-то понимаешь какого-то психологического не знаю условно напряжение что вот уже там месяц сидим и непонятно когда закончится то есть больше психологически да напрягает именно то что вот ты не понимаешь что когда это закончится все то есть сидеть то можно сидим мы например и на сборах сидим знаешь ну там конечно по-другому чуть да но но на сборах ты знаешь когда все закончится и поэтому ты можешь там понять что когда ты вернешься домой а здесь ты когда не понимаешь когда-то все закончится это конечно немного все надеются наверное что как можно все закончится и уже начинать тренироваться и чем увидеть ребят на самом деле я соскучился по всем реально потому что ну конечно дай бог всем здоровья но уже хочется с ним даже увидеть ребят позадиматься рассказать что-то чем они занимались понятно что у всех одна рутина знаешь но все равно уже скучаешь по лицам антош очень было рад видеть прям от души надеюсь скоро увидимся уже на родных стадионах базах оставайтесь дома не болейте занимайтесь спортом спасибо разбавили эти дни надеюсь уже скоро увидимся все на стадионе реально очень соскучились будьте здоровы не болейте надеюсь скоро увидимся да спасибо лёх давай тоже береги себя пока пока